Владимир Путин сегодня в Новоогарёве. Владимир Путин, как и прежде, живёт и работает в Новоогарёве. В Новоогарёве Владимир Путин. Владимир Путин сегодня в Новоогарёве. Владимир Путин из Новоогарёва. Но никто никогда не видел, что находится за ней впервые в телеэфире. Большую часть ковидного 2020-го Владимир Путин, судя по новостям, провёл в Новоогарёве, в любимой резиденции, с которой он не расстаётся уже 20 лет. Там, где я живу, в Огарёве, есть химчистка. Сюда он заселился после первой инаугурации, в конце 2000-го, со своей женой Людмилой Путиной. Позвольте мне вас поприветствовать, я пришел, чтобы вас поприветствовать. С тех пор Ново-Огарева россияне видели только изнутри и только по телевизору, во время визитов глав других государств, совещаний или обращений к нации. Из-за особых условий Владимир Путин встречал этот праздник Светлой Пасхи в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огареве, а не в храме Христа Спасителя, как это было последние годы. У нас в народе говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Мы так и делаем. Все это время бывшее имение императорской семьи постоянно менялось. Сначала его подготовили к переезду Путиных, построили конюшню, целые корпуса жилых и технических зданий, даже курятник. Потом, 10 лет спустя, достроили дом приемов. Но такой масштабной стройки Ново-Огаревские холмы еще не видели. Теперь по соседству с президентом возводят целый лечебный квартал с гостиницей и спортивным комплексом. Привет! Прямо сейчас мы вам покажем ту самую масштабную стройку в истории Ново-Огарев. Строители, сейчас они спят, но обычно работают всю ночь, уже успели возвести 6-метровый забор по периметру. Поэтому оценить весь масштаб строительства вблизи мы, к сожалению, не сможем. Ну, еще высоты боюсь. По нашим подсчетам, все это вместе с забором стоит десятки миллиардов рублей. Точнее, не скажешь, потому что нет ни одного публичного документа, связанного с этой стройкой. Настолько она секретная. Но мы покажем вам и расскажем о том, как проходило строительство в Ново-Огареве, пока вся страна обсуждала другую масштабную стройку – резиденцию на мысе Идокопас. Вот мы и летим рядом с любимой резиденцией Владимира Путина. Слева – старая усадьба Ново-Огарева. Ее закрывают сосны. Но нас интересует стройка справа. Общая площадь – более 100 тысяч квадратных метров. Внизу – гостевой дом. Его построили на месте двух небольших коттеджей. Дальше – огромная спортивная арена. По словам инженеров, которые работали на стройке, это ледовая площадка. Да, еще одна. За ней – въезд на подземные уровни и ряды сплит-систем для вентиляции. Небольшой пируэт и вот еще два гигантских здания. По центру – гостиница со стеклянной крышей. Дальше – лечебно-оздоровительный комплекс. Ну а дальше – поле. Русское – поле. Идем на второй круг и видим лечебный корпус сзади. За ним – котельная, электростанция и другие подсобные помещения. На месте песчаной ямы раньше стоял трехэтажный особняк с башенками. По словам строителей, он не понравился владельцу. И его снесли. В самой нижней части кадра входная группа – это временное здание. Ну а рядом теперь уже достроенный забор в шесть метров высотой. Если стройка такая секретная, как же мы узнали, что тут строят и сколько это стоит? Мы поговорили с несколькими строителями, которые работали на этом объекте, экспертами и риэлторами. Они и рассказали, что это может быть такое. А вот охранники, и здесь много, были не такими разговорчивыми. Ну хотя бы не арестовали, а были такие угрозы. Охранник, приветствуйте. Проводите. Чей, чей, чей объект? Вам, вам, зачем эта информация? Еще раз говорю, покиньте строительный объект. Просто говоришь, что объект ФСО, я просто не могу понять, что. Радо ФСО, что ли? Ну вам сказали, да. Да ладно. Вам сказали. Зачем личный вопрос? Закрыть информацию. Даже нам не сообщать. А что, непонятно, у кого спросить вообще? Зачем? Зачем вам сказали? Они сейчас другой охранник тебя поймает и арестует. За что? А? За что? Ну вообще считается закрытый объект. Это мы не знаем. Понятно. А что строим? Здесь не секрет. Секрет. Все понятно, понял. Вот мы и снова на пути на мосту. По этому красивому мосту мне впервые удалось пройти три недели назад. Вообще, благодаря ему мы и нашли эту стройку. Новую переправу обнаружили местные жители. И мы решили это проверить. Оказалось, что за мост отвечает Федеральная служба охраны. А объект закрыт. Но, несмотря на все перипетии, мы все-таки сняли все этапы строительства моста. Вот так строительство шло в феврале. Ни заборов тебе, ни охраны. Одинокий кран ждет, когда подвезут стальное основание моста. Знак водоохранной зоны и поныне находится там. Правда, никто внимания на него не обращает. Далеке за рекой – пристань Федеральной службы охраны. А это уже март. За месяц рабочие привезли опоры, основания и начали укреплять берег. Такие элементы используют, например, при строительстве автомобильных развязок. Но здесь дело серьезное, поэтому и материалы нужны самые лучшие. Как видите, рабочие трудятся, не покладая рук. Еще одна съемка – май этого года. Строительство моста подходит к концу. Рабочие готовят дорогу к эксплуатации, а все подъезды огородили заборами. Мало кто помнит, но, оставляя на посту президента Дмитрия Медведева в 2008 году, Владимир Путин выбрал местом своей пожизненной резиденции именно Ново-Огарева. У бывшего президента совершенно законно такое право есть. Однако это еще раз говорит о том, насколько это место важно для Владимира Путина. И Дмитрий Медведев давно не удел, и Людмила Путина теперь уже не Путина. А президент все принимает в Ново-Огареве гостей. Со второго этажа Ново-Огарева, на котором находится рабочий кабинет, президент спустился в зал, где его ждали участники проекта «Россия – страна возможностей». Эту любовь сложно объяснить. Возможно, сказалось увлечение Путина историей. Во-первых, это бывшее имение императорской семьи. Во-вторых, именно в Ново-Огареве в последний раз пытались спасти Советский Союз. А мы помним, что его развал для президента – главная трагедия 20 века. Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века. Интерфакс Кирик, первый главный вопрос. Союз будет? Трудно сказать, какое число государств войдет в Союз. Но после сегодняшнего обсуждения у меня твердо убеждение, что Союз будет. За 20 лет вся земля вокруг так или иначе перешла к Федеральной службе охраны или управлению делами президента. Например, участок поля за рекой находится в пользовании оздоровительного комплекса «Рублево-Успенский», а участок под строительство моста – у госкомплекса «Завидово». Даже на вопросы местных отвечает Управление капитального строительства Федеральной службы охраны. Выражаем вам признательность за внимание к вопросам, связанным с организацией и ведением строительных работ. Нарушений законодательства Российской Федерации не допускается. На этом берегу территории стройки управляет другое подразделение все той же ФСО – Управление эксплуатацией имущества органов госохраны. В общем, вы поняли, кто здесь главный, но за подробностями переходите по ссылке в описании. Давайте еще раз пройдемся по фактам. На территориях, на землях Российской Федерации, под непосредственным управлением Федеральной службы охраны, очевидно, на бюджетные деньги возводят четыре огромных здания. Это гостиница, больница, спортивный комплекс и коттедж. Что это такое, для кого это все строят, никто не говорит. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас – побыть дома.